ТОКИО Это внешний мир внутри дома. ТОКИО Маленькая жизнь в большом городе. ТОКИО Маленькая жизнь в большом городе. Ручка архитектора скользит по белому листу. Появляются хрупкие наброски идеи. Пусть кажется, что это немного, но однажды этот набросок перерастет в строение, которое обозначит пространство, осветит темноту и решит задачу, с которой сталкиваются все токийские архитекторы. Как создать ощущение просторности в городе, где мало места? В Токио суть дизайна сводится к созданию визуального эффекта, чтобы люди почувствовали полный объем. Главная задача каждого архитектора в Токио побороть ограничения пространства подавляющего противника. Самого Токио. Территория Токио занимает более 7 834 квадратных километров. Этот город-гигант образует сам Токио и большая часть трех окружающих его префектур. Это самый густонаселенный город на Земле. Здесь живет 35 миллионов человек, на 13 миллионов больше, чем в метрополии Нью-Йорка. В центре Токио, Токио-Сити, на площади почти в 2200 квадратных километров, проживает более 12 миллионов человек. А в некоторых районах Токио-Сити на 2,5 квадратных километра приходится более 50 тысяч человек. Это в три раза выше плотности населения в Чикаго. Главным образом, в силу необходимости, жители Токио приняли концепцию маленькой жизни. Если новый, средний американский дом занимает площадь в 223 квадратных метра, а типичный европейский дом почти в 100, жителям Токио приходится довольствоваться домами средней площадью 63 квадратных метра. Но новое поколение токийских архитекторов кардинально меняет искусство превращения маленьких пространств в современные оригинальные жилища. Ограниченное пространство является серьезной проблемой для японских архитекторов. И они зачастую находят изящные решения этой проблемы. Например, игра света. Некоторые строения в Токио прекрасно демонстрируют то, как благодаря солнечному свету маленький дом кажется больше. К примеру, округлый, так называемый дом-пингвин. Его спроектировал удостоенный наград архитектор Ясухиро Ямашита, философия дизайна которого сводится к тому, что архитектурное решение должно определять окружающее здание среда. А расположенный на углу района Итабаси дом-пингвин мал даже по токийским стандартам. Площадь основания здания составляет 30 квадратных метров. Это размер двухместного гаража. Площадь полов составляет 83,5 квадратных метра. Ямашита использовал свет, чтобы увеличить маленькое пространство дома. Здесь аллея, здесь улица, а вот земля. Я принял за основу простейшую идею. Установил четыре стены и срезал углы. Свет проникает внутрь через срезанные углы, и они освещены. Установив сверху стеклянный короб, я создал пространство, куда проникает свет, и через которое виден внешний мир. Но искусная манипуляция со светом стала лишь отправной точкой. Ямашита также зрительно увеличил комнаты, расширив линии прямой видимости. Элегантный дизайн лестницы открывает жильцам вид на пространство внизу. И этот кухонный стол будто плывет над лестницей, заполняя никогда неиспользуемое пространство. А из-за отсутствия видимой опорной конструкции не появляется ощущение загромождения. Открытое пространство в доме пингвин – лишь иллюзия. Площади комнат не превышают 19 квадратных метров. Прихожая узкая, но здесь высокий потолок. И гостей встречает ощущение открытого пространства наверху. А в этом углу – маленькая ванная. Место само по себе небольшое, но из-за высокого потолка оно таковым не кажется. Человек не посчитает помещение маленьким, если в нем высокий потолок. И мы всячески используем это представление. Ямашито поднимал и снижал высоту потолков в доме, учитывая площади комнаты. Чем меньше комната, тем выше потолок. Шестиметровые стены коридора соседствуют с музыкальной студией, высота потолка в которой всего 2 метра 70 сантиметров. На втором этаже потолок ванной 3,35. А рядом спальня, где высота стен 2 метра 40 сантиметров. Свет, высота и поле зрения. Нигде в доме эти свойства не создают большего эффекта, чем на верхнем уровне, где окна идут по всему периметру. Комнату на третьем этаже дома пингвин мы превратили в короб света. Он проникает внутрь и рассеивается. Мы видим внешний мир, из-за чего возникает чувство пространства. Таким образом, этот стеклянный короб обеспечивает ощущение вместительности. В 8 километрах от дома пингвин другое здание, которое на своем примере показывает, что архитекторы Токио сберегают пространство, прибегая к новым способам хранения вещей. Его для небольшой семьи спроектировал Томаюки Уцуми. Площадь основания дома составляет всего 44 квадратных метра. И если дом невольно напоминает склад, это в некотором смысле правда. Элегантный подход к складированию, когда большая часть вещей скрыта от чужих глаз в стенных шкафах, является доминирующим решением. На каждом этаже отведены места для хранения вещей. Под столами, под лестницей и под полом. Эта уловка позволяет жильцам уменьшить беспорядок и сохранить чистые линии оригинального дизайна дома. При входе в дом мы видим, что эта сторона отведена под шкафы. Фактически, это главное место хранения вещей в доме. И в таком узком коридоре единственное решение – раздвижные двери. Эсби Браун пишет о пространственном дизайне в японской архитектуре. Это детское. Если заглянем под кровать, то увидим прекрасный пример правильного, компактного дизайна. Стол складывается, и под ним находится большой выдвижной ящик, в котором множество места. Здесь также есть и сидения. Если придут гости, можно присесть и поиграть. В них также много места, куда можно сложить вещи. Мы поднимаемся к свету и оказываемся в большой светлой комнате. Живая площадь находится главным образом на этом этаже. Второй этаж отведен под одну большую комнату, что передает чувство пространства. Но архитектор все же отделил кухню зрительным ориентиром. Комната разделена на две части не стеной и не сплошным заграждением, а изменением уровня. Это прекрасная техника разграничения небольшого пространства. Дизайн жилой комнаты, который является еще и столовой, усиливает чувство открытости и единства. Многие из нас считают, что для обедов и ужинов, общения с друзьями и для времяпровождения с семьей и для работы нужны отдельные помещения. Но здесь мы видим, что одна комната может быть многофункциональной. Она служит для всех этих целей, что в частности способствует более тесному общению в кругу семьи. Даже белые стены усиливают чувство пространства. В доме использован белый цвет. Пол, стены, потолок отражают естественный свет и оживляют все пространство. Кухня, вероятно, является самой удивительной частью дома. В ее дизайн вложено немало сил, так что хозяева очень любят готовить. Когда устраиваются большие праздники, необходимо место для хранения тарелок, чашек и другой посуды. Все это прекрасно умещается в этом шкафу. Но самое интересное появляется, если его отодвинуть. Он отезжает от стены, и рабочее пространство удваивается. Бытует мнение, что в доме недостаточно места для хранения вещей, а в японских домах это особая проблема. Здесь принято хранить вещи под лестницей и в других местах, но господин Уцуми усовершенствовал это решение. Если открыть это, можно увидеть лестницу. Здесь он оставил открытое пространство для различных коробок и всего прочего. В японских домах уже много веков принято хранить вещи под полом. И вот хороший пример. Отличное место для вещей. Удивительно, но в доме очень мало окон. Однако, учитывая близость соседей, вид здесь не лучший. Вместо этого архитектор сделал так, чтобы дневной свет проникал в дом с нижнего угла по краю крыши до спального пространства в мансарде. Здесь имеется удивительный зазор, через который проходит свет и освещает весь дом. Но больше всего хозяина дома, Такаши Камаду, устраивает именно ощущение открытости. Первый этаж для детей, второй этаж для меня, а третий для моей жены. Мы находимся на разных уровнях, но чувствуем, что вместе, и это замечательно. Не все в Токио могут позволить себе потратить время и деньги на проектирование подобного дома. Но существует и другая возможность. Многие маленькие дома в Токио собраны или построены на заводе. Например, здесь, в Дайва-хаус. Такие компании, как Дайва, делают около 18% всех новых домов Японии. Подобные сборные дома стоят на 20% дешевле, чем обычные. Стоимость самых маленьких домов Дайва площадью 70 квадратных метров составляет около 130 тысяч долларов. Можно уменьшить расходы и выполнить работу быстрее. И мы обеспечим лучшее качество, потому что контролируем процесс сборки. На месте дома закладывают бетонный фундамент. После чего работники Дайва забивают заготовленные сваи, устанавливают стальные балки и стеновые панели. Сборка стойкого к атмосферным явлениям каркаса занимает всего один день. На установку внутренних деталей уходит три месяца или меньше. Дайва уникальна тем, что все 69 планов, что предлагает компания, демонстрируют характерную точность дизайна и их архитектора Эдварда Сузуки. Основной принцип дизайнера – внести внешний вид в строение, который Дайва назвала «домами Эдди». Иными словами, это внешний мир в доме. Этот дом называется «шатке», что значит «заимствование пейзажа ландшафта». Но, к сожалению, сегодня, особенно в городских районах, мы не можем добиться этого эффекта просто потому, что окрестности попросту непривлекательны. Сузуки решил эту проблему, вырезав из каждого этажа такого дома площадью 111 квадратных метров атриум площадью чуть более 9 квадратных метров. Хотя это решение на 16% уменьшает площадь полов, в результате получается крытое оранжерея. Вот здесь растет бамбук. Сузуки считает это добавлением за счет вычитания. В этом помещении 3 на 3 метра можно создать настоящий пейзаж. Кроме выделения дизайна посредством зелени, Сузуки не хотел делить ограниченную площадь на множество комнат. Вместо этого он решил увеличить план дома, задав нескольким комнатам множество функций. Я пытаюсь сделать дом значительно просторным, объединив гостиную, столовую и кухню в одно целое. Иногда даже два этажа можно превратить в единое трехмерное помещение. Наши клиенты ценят просторность каждой комнаты, а не количество маленьких ячеек. Пытаясь расширить ограниченное пространство, архитекторы Токио раздвигают границы дизайна. Более половины жителей Токио проживают в многоквартирных домах. Некоторые из подобных зданий называют особняками. Все верно, это не игра слов, а прием в искусстве торговли. Попытка создать в воображении большие пространства, которых так не хватает в Токио. Площадь средней квартиры в Токио составляет всего 18,5 квадратных метров. В три раза меньше, чем обычная квартира на Манхэттене. Такие архитекторы, как Манабу Тиба, используют плотность населения Токио. Вместо того, чтобы разграничивать пространство, Тиба вносит в дом определенные виды из внешнего мира. Наглядный пример – этот трехквартирный дом, в котором сам Тиба живет с 2006 года. Его увеличивающее пространство дизайны заигрывает с тонкой гранью между общественным и личным пространством. Это главная лестница. Отсюда видно жилое пространство других людей. Вместо того, чтобы отделить дома или частные квартиры друг от друга, я всегда пытаюсь создать приятную взаимосвязь. Тиба везде обыгрывает противоречие между общественным и личным пространством, внутренней обстановкой и внешним миром. Наружная лестница видна из гостиной, спальни из ванной, а город открывается взору из множества точек, включая балкон. Как мне нравится. Обожаю этот пейзаж. Но в подходе к проектированию квартир площадью 60 квадратных метров, Тиба мало открывает дом окружающему пространству. Сначала я решил, что планировка должна быть защитной и хотел спроектировать очень толстую стену. Но было бы некрасиво отгородить личное пространство от окружающей среды, так как из-за этого решения, закрытой коробки, город принял бы ужасный вид. Поэтому я задумался над тем, как использовать эту толстую стену. Тиба создал чувство пространства и места для хранения вещей, превратив стены в глубокие шкафчики. Я пытался сделать это закрытое пространство очень простым, линии минимальными, поэтому возникает ощущение, что это стена. Углубленные окна, обшитые зеркальной нержавеющей сталью, зрительно расширяют жилое пространство, отражая отблески внешнего мира. Выглянув в окно, вы не увидите небо из-за стоящего рядом многоэтажного дома. Но благодаря отражению на подоконнике появляется возможность видеть и небо, и даже улицу и гуляющих людей. Это окно передает информацию об окружающем мире. Концепция Тибы повлияла на другие области дизайна маленьких квартир, придав им ощущение открытости. Я решил, что было бы здорово использовать для пола и потолка блестящий отражающий материал, но при этом на нем не должно быть пятен. Отражения соединяют внутренний дизайн квартиры с внешним миром. Интерьер отражает движение солнца, перемены погоды или изменения в окружающем мире. Тиба усилил ощущение открытости планировки, сделав ее округлой. Вы можете войти, пройти через комнаты в комнату и вернуться на то же место, где вошли. Никаких тупиков и чувства стеснения. Квартира Тибы площадью в 60 квадратных метров является образцом превосходного дизайна, но она является исключением из правил. Большинство токийских квартир в два раза меньше. Но и там хозяева стремятся к функциональности и удобствам. Это квартира иллюстратора Лоуры Стагна. Она переехала в Токио из Венесуэлы в 2003 году. Месячная плата за ее квартиру в районе Шимакитазава составляет 86 тысяч йен или тысячу долларов. Квартира площадью 25 квадратных метров сравнительно велика и роскошна. Как и во всех токийских жилищах, обувь остается у двери. Нужно разуться, оставить обувь у двери и ходить босиком. Все чисто. Это простое японское правило. Обувь за дверью помогает увеличить жилплощадь. Здесь пол выполняет больше функций, чем на западе, так как он остается чистым. Так как квартира маленькая, нужно использовать ее по максимуму. Здесь сидят и едят на полу. Каждая комната в квартире Лауры демонстрирует ее внимание к стилю и продуктивности. Она использует каждый сантиметр. Вся мебель переносная и складная. Этот стол состоит из трех столиков. Их можно сложить вместе, и получится один большой. Если для вечеринки этого столика будет недостаточно, я создам необходимое пространство. Большая часть мебели Лауры раздвижная, или же ее можно составить. Она заказала ее в каталоге такого магазина, как Динас Хаус Тайлингс, где продается компактная мебель, вроде этого вращающегося столика, с двойной поверхностью. Если к вам придут гости и потребуется стол, поверните его, и он станет вдвое больше. Почти все в этом магазине создано, чтобы складываться, прислоняться к стене, совмещаться, открывать или скрывать. Или укладываться одно в другое, чтобы уместиться в таких маленьких пространствах, как кухня Лауры, что очень удобно. У нее на кухне умещается небольшой холодильник, микроволновая печь, плита на две конфорки и гриль. В Японии все очень дешево, и все можно уместить. Способ найдется. Здесь можно сушить посуду, а готовить там места хватает. Помещение компактное, но тут есть все нужное. Ванная Лауры крошечная, но функциональная. Здесь же находится характерный для Японии экономный унитаз. Очень характерно. Спускаешь воду и моешь руки здесь. Таким образом, экономится вода. Это типичный унитаз. Как и многие жители Токио, Лаура довольно своей компактной и стильной квартирой. Это доказывает, что искусством маленькой жизни владеют не только местные жители. В Токио имеется дешевая альтернатива бетонным многоквартирным домам, доминирующим в пейзаже. Это малоэтажное, дешевое деревянное здание уцелело со времен Второй мировой войны, когда жилье в разбомбленном городе отстраивалось быстро и дешево. Я вам все покажу. Заходите. Шинекеда работает в водопроводной компании. Он живет здесь вместе с пятью другими жильцами. Здесь мы оставляем обувь. Тут почта. На каждой стороне находятся по две комнаты. Две на этой и еще две на этой. Еще одна комната далее по коридору. Я покажу свою. Заходите. Комната Икеда занимает всего девять квадратных метров. Квартплата составляет двадцать пять тысяч иен в месяц. Около трехсот долларов США. По стандартам любого столичного города это дешево. Но всему своя цена. Икеда в этой комнате делает все. Готовит ужин, работает и спит. Я сплю на диване. Вообще-то он раскладывается. Но у меня есть два матраца на случай, если придут гости. А здесь кухня. Имеется и плита, и раковина, и маленький холодильник. Простой комнате Икеды, как и каждой пятой квартире в Токио, недостает одного важного удобства. Ванной. Ему приходится пользоваться одним из четырех общих туалетов. Я покажу один из туалетов. Это так называемый приземистый унитаз в японском стиле. Нужно присесть и сделать, что необходимо. В этих простейших жилищах нет ни ванны, ни душа. Поэтому Икеда и миллионы ему подобных регулярно ходят в общественные бани или сэнто, которых в Токио тысяча сто. Сэнто является частью японского образа жизни с 16 века. Но ее популярность возросла после Второй мировой войны, когда были построены тысячи домов без ванных комнат. Я хожу в Сэнто три-четыре раза в неделю. Некоторые ходят чаще, но в последнее время это стало дорого. Сначала нужно вымыться и только потом идти в общую ванну, иначе вода быстро станет грязной. В каждой сэнто две-три ванны, в каждой ванне разная температура, и в воду добавляют ароматизирующие вещества. В Сэнто я никогда не спешу. Это одно из моих любимых мест. я провожу там как минимум час. Неудобство превратилось в приятный ритуал. В Токио подобный баланс скорее правило, чем исключение. Все, что вы не можете или не хотите делать в своем сжатом пространстве, можно сделать в городе, зачастую прямо у двери. Токио, как город, становится продолжением вашего личного жилья. С друзьями встречаются в городе, их не приводят в дом. Улицы являются своего рода гостиной. Множество функций, которые на Западе чаще всего выполняет дом, в Японии зачастую реализуют другие участки города. Складские помещения перенесены в 3 миллиона торговых автоматов, которые продают все, начиная с футболок, зонтов, книг и заканчивая бельем и даже порнографией. Летом здесь очень жарко, зимой холодно, а в торговых автоматах можно купить горячие и холодные напитки. Если зимой вам станет холодно и захочется горячего кукурузного супа, его можно купить в торговом автомате. Это очень удобно. В Токио на 11 человек приходится один автомат. Это в 4 раза больше, чем в США. Нехватка пространства также вытесняет из Токио его наименьших обитателей, домашних животных. Тем, кому дома не хватает места для питомца, Токио предлагает практичное решение – добро пожаловать в кошачий дом. За 600 йен или 7 долларов люди, изголодавшиеся по общению с животными, могут провести время в этом зверинце. Но не все коты жаждут общения. Есть шанс, что одна из 20 кошек разной формы, размера и породы окажет вам более теплый прием. Здесь всегда найдется игривое или желающее позировать животное. В городских джунглях, где питомцам нет места, эти изнеженные создания являются предметом роскоши и к ним относятся соответствующе. Из-за нехватки пространства машины в Токио тоже являются роскошью. Автостоянка в центре стоит 700 долларов в месяц. Но тем не менее, в обычный рабочий день по Токио разъезжает около 9 миллионов автомобилей и все они должны где-то стоять. Городостроители ответили на этот вызов автоматизированными площадками для стоянки. Автоматика избавляет от пандусов и подъездных дорожек, необходимых для парковки. Это пространство можно приберечь для автостоянки, что увеличивает вместимость. Водитель заезжает внутрь, а все остальное — задача машин. Фактически, здесь клиент должен выйти из автомобиля. Затем специальный лифт автоматически спускает машину в подвал. Далее следует процесс даиша. Здесь машина перемещается боком, позже вы увидите парковочные отсеки. В этом процессе техника автоматически помещает автомобиль в отдельный отсек. Четырехэтажная автостоянка может вместить 650 машин. и это лишь одна из 12 стоянок под обширным комплексом Рапонги-Хиллс. Этот огромный квартал, состоящий из офисных помещений, квартир, музеев, торговых центров и ресторанов, ежедневно посещают 150 тысяч людей. Как вы знаете, пространство у нас ограничено, но мы хотим извлечь максимум пользы. Для этого используется автоматизированная система парковки, которая выполняет около 70% всего процесса. Ваша машина втиснута в одну из ячеек и теперь можно наслаждаться вечером. Если вас интересует развлечение, Токио славится своей ночной жизнью. Так как дома пространство ограничено, все веселятся где угодно, но только не там. Это Номбе-Акуча, небольшой квартал крошечных баров в районе Сибуя. В каждом японском городе есть такой квартал с маленькими обветшалыми заведениями, в которых подают алкоголь еще со времен Второй мировой. Примечательны размеры этих баров. Раскинув руки, можно коснуться противоположных стен заведения. Мы находимся в баре Номбе-Акуча в Сибуе на аллее пьяниц. Это типичный бар. Здесь едва хватает места четырем-пяти посетителям, зато они чувствуют некое единение. Паром в поисках единения иного рода Токио предлагает уникальное изобретение по приемлемой цене. Так называемые отели для любви. Почему бы не заняться сексом дома? У многих пар возможности ограничены. Недостаток пространства приводит к отсутствию близости. У японцев нет проблем с сексом как таковым, однако они щепетильны в вопросах подобающего поведения. Они не хотят, чтобы соседи или другие люди застали их в определенной ситуации. Для них очень важно иметь личное пространство. Чтобы сохранять уединение, отели для любви идут на крайние меры. Вход должен быть неброским, поэтому его обычно обозначает простая арка или зазор, в котором можно быстро исчезнуть. На входе в гостиницу стоит табло с фотографиями всех номеров. Посетители нажимают на кнопку и выбирают понравившуюся комнату. Затем вы входите в небольшое фойе. Сидящего за стойкой менеджера или владельца практически не видно. Здесь доминируют удивительные краски, дизайн, развлекательные моменты наравне с удобствами, комфортом и уважением к уединению. Каждый номер является небольшим закрытым миром. Это комната для игр, кровать конечно же стоит в центре. Игра света тщательно продумана. Освещение тусклое и мягкое. В таком свете все выглядит замечательно. Почти все можно купить не покидая номер, в том числе сигареты, алкоголь, презервативы и сексуальные игрушки. Неудивительно, что отели для любви часто посещают супружеские пары. Людям, у которых есть дети, дома невозможно уединиться. Если они хотят заняться сексом, они приходят в один из таких отелей и проводят там время. Отели для любви олицетворяют идею ограниченного личного пространства. Возможно, в гостинице одновременно находятся 50 человек, но они никогда не встретятся. На первый взгляд легкомысленные отели для любви спроектированы так, чтобы удовлетворить потребность множества пар в уединении. Ночью Токио излучает уникальную энергию в духе Лас-Вегаса и Манхэттена. Но не всю энергию рождает ночная жизнь Токио. Японцы славятся своей работоспособностью и отдачей. И Токио, переполненный стремящимися к успеху людьми, является эпицентром этой этической системы. В среднем жители Токио работают 55 часов в неделю и проводят пути на работу и с работы около полутора часов. В конце долгого дня, проведенного в работе или в общении, у бизнесмена, слишком уставшего, чтобы ехать домой, есть альтернатива. Даже в этом перенаселенном городе с ограниченным пространством он может найти крошечное место для того, чтобы преклонить голову. в так называемом капсульном отеле. Это имеет смысл. Если вы работаете допоздна и не успеваете на последний поезд, а такси слишком дорого, лучше всего заночевать в капсульном отеле. Капсульные отели дешевы. Номер стоит менее 30 долларов за ночь. И большинство из них предназначены для мужчин. Это даже не номера, а спальные ячейки один на два метра. В ячейки из пластмассы или стекловолокна вполне достаточно места для отдыха. Ячейки больше похожи на полки в поезде, на которые приходится взбираться по лестнице. Обычно они расположены в три яруса и в них забираются сзади. На одном этаже стандартного капсульного отеля расположено от 30 до 50 подобных ячейок. Внутри, как правило, есть телевизор, радио и ночник. Как правило, ячейки отвечают всем требованиям. Я бы не хотел провести там больше двух ночей, и все же это хороший, занимательный и приятный вид ночлега. Это проявление компактного прагматизма имеет эзотерические корни. В 1972 году архитектор Кесё Куракава завершил работу над башней Накагин в районе Генза. Несмотря на прошедшие годы, это уникальное здание все еще кажется загадочным пришельцам из будущего. Это мое первое капсульное здание. Я спроектировал множество подобных домов. Каждая из этих 140-жилых ячеек была изготовлена на заводе, поднята на свое место с помощью крана и прикреплена к центральной стальной основе четырьмя высокопрочными болтами. Средний срок эксплуатации зданий в Токио составляет 25 лет, но Куракава создал строение, в котором капсулы можно удалять, заменять и снова прикреплять к стальному каркасу. В сущности, это архитектурный метод утилизации. Капсулы Куракавы размером 3,5 на 2 метра слишком малы, чтобы считаться обычным жильем. Они предназначены для кратковременного пребывания. Помимо дома можно оборудовать здесь студию или компания может приобрести 3-4 капсулы для размещения гостей. Жителям пригородов капсулы позволяют отдохнуть от трудовых будней. В среднем жители пригородов проводят в дороге 3 часа, тем самым теряют драгоценное время. Образец архитектурного оборотного использования от Куракавы еще не укоренился. Посему эта уникальная башня, вдохновившая на создание множества капсульных отелей, остается неотразимым строением, опережающим время. городостроители постоянно меняют планировку улиц и тротуаров Токио, освобождая ценную землю под застройку. Перестройка этого перекрестка стала сложной задачей для британских архитекторов Марка Дайтема и Астрид Кляйн. Один из наших хороших клиентов обратился к нам, сказав, что у него есть кулачок земли. Он дал нам карту, я туда поехал, но я не смог найти то место. Оказалось, я стоял на нем, так как это была часть тротуара. Одна сторона составляла 2,4 метра, длина 11 метров, с другой стороны было всего 600 миллиметров. Единственный плюс это очень броское здание на перекрестке, которое может стать неким городским ориентиром. Наружная часть здания закрыта узором под бамбук, который обеспечивает тень и красивый вид. Мы объясняем потенциальным арендаторам, что узор можно снять, это клейкая пленка, и можно создать другой рекламный щит или фасад. Так как фасад здания можно превратить в рекламный щит, архитекторы назвали свое творение рекламным зданием. Здесь ширина здания 2,4 метра, потом идет прямая линия, но вдруг почти диагональный срез, и от стены остается 600 миллиметров, всего 600. на этом крошечном участке архитекторы соорудили двухэтажный, пригодный для жилья рекламный щит. Это строение является собой стальную дугу с огромным стеклянным фасадом. Так как оно состоит из нескольких двухэтажных ячеек, строители возвели его за считанные часы. Вскоре после завершения установки в здании появился арендатор. Оказавшись впервые перед этим строением, я не представляла, что внутри увижу стены, выкрашенные в мой любимый зеленый цвет. У меня мурашки пошли по коже. Настолько судьбоносной была эта встреча. Я решила открыть магазин, так как здание было свободно. Но не все постройки в Токио настолько элегантны и функциональны. приезжего Токио может свести с ума. Это винегрет из старых, новых, уродливых, прекрасных, коммерческих и жилых зданий. Ограниченное пространство породило огромное количество универсальных строений, именуемых гибридами. Я не преувеличу, если скажу, что почти все здания в центре больших японских городов являются своего рода гибридами. Здесь трудно найти строение, служащее одной цели. Среди самых необычных гибридов Токио значится эта школа вождения, расположенная на крыше универмага. Это здание находится в районе Акихабара. Оно является собой торговый ресторан на рабочий комплекс под железнодорожным виадуком. И этот казалось бы обычный отрезок дороги совсем необычный. Это похоже на обыкновенный тоннель, но наверху находится кладбище. Возможно, это результат случайности, замысла или дизайна, но получилось вот такое уникальное урбанистическое пространство. Изучая ландшафт Токио, архитектор Йошихару Цукамото обращает внимание на особые строения, которые остаются незамеченными остальными. Видите эти карликовые постройки, втиснутые на клочки земли между или рядом с большими зданиями? Цукамото назвал этот вид маленького дизайна домашней архитектурой. Домашняя архитектура это здание размером чуть больше собачьей конуры, но меньше крольчатника. Такое уничижительное название японскому дому дал министр культуры Франции. Такие дома строят на оставшихся клочках земли, и порой они бывают уникальной формы, например, треугольника или трапеции. домашние здания самые маленькие отдельные стоящие строения в Токио. Они дешевы, функциональны и строятся без планирования. Даже самое маленькое пространство не пропадает даром. Это убогие строения. Они не роскошные и не являются творением высокой культуры. Цукамото и его партнер Мамайо Кагима в таком восторге от домашней архитектуры Токио, что в 2002 году издали детальный путеводитель. Он показал нам некоторые из своих самых любимых зданий. Взгляните! Прекрасно! Очаровательно! Первый объект это едва различимое здание слева от лестницы. Это строение немногим больше дверного проема. На самом деле его ширина составляет всего метр двадцать, а длина десять метров. Это офис компании, торгующей недвижимостью. Великолепное решение, поскольку японские иероглифы пишутся столбцами. Здесь можно создать вертикальный рекламный щит. Здание соприкасается с соседним строением. Вернее, оно примастилось под наружной лестницей соседнего дома. Очень интересное положение. Этот домик похож на маленького зверька, притаившегося под камнем на берегу. Это как маленькие животные, которые находят место в лестнице. Да. второй объект. Крошечный красный домик, втиснутый между двумя высотными зданиями. В этом маленьком треугольном магазине площадью 11 квадратных метров торгуют резиновыми печатями. На нижнем этаже дана информация о штемпелях и ценах. Думаю, дизайн слишком ориентирован на графику. Пусть и не шедевр эстетики, но этот карлик среди гигантов вдохновляет самим фактом своего существования. Но его неравные шансы подвергнет испытанию новый вид застройки. Вы решите, что это автостоянка, но на самом деле это платформа для нового городского пространства. Предприниматель Масао Масумура считает автостоянки источником недвижимости в городе с ограниченным пространством. Его компания Фил Парк построила этот сборный магазин над автостоянкой, которую он арендовал. Владельцы построили на земле автостоянку, а мы используем воздушное пространство над ней. Мы создали строение и сдали его в аренду. Так работает Фил Парк. Опорную конструкцию здания составляют эти столбы, каждый из которых занимает площадь в девять сотых квадратного метра. Поэтому строение не мешает размещенным под ним машинам. Сборка всей конструкции из готовых элементов занимает всего две недели. но стоять дом может долгие годы, пока его не демонтируют и не перевезут в другое место. Нам придется перевести это сооружение в другое место, если владелец автостоянки решит расторгнуть контракт. Подобные здания доказывают лучше меньше, да лучше. Думаю, скромно это прекрасно. Правда, маленькие дома могут быть намного интереснее общественных зданий. Небольшая жилплощадь также позволяет большему количеству людей комфортно жить и работать в самом городе и отказаться от ежедневных поездок из пригородов. Районы, улучшающие образ компактной жизни, привлекая людей на улице города, дают новое определение понятию удобства. Когда необходимо что-то сделать, приходится возвращаться в конкретный пункт, например, домой. Но в Токио очень легко найти место для исполнения своего желания. Токио присуще ощущение некой мгновенности, так как все услуги доступны и товары находятся под рукой сутки напролет. Город поможет вам как можно быстрее и по максимуму исполнить любое желание. Возможно, Токио лучше других городов соответствует образу мира мечты. Токио маленькие размеры могут олицетворять красоту, стиль и возможность выразить себя, но иногда они приводят к стеснению. Однако маленькая жизнь в доме и вне его стен может нас сблизить. Программа подготовлена к показу компании SDI Media Group. Перевод Елена Гриневич. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА